Приветствую вас! Вот смотрите, такая есть интересная табличка. Не я ее делал. Я даже не помню, откуда скопировал. То ли с твиттера, то ли с фейсбука. Но не имеет значения. Но мне она действительно понравилась. Давайте пробежимся. Причем она действительно отвечает как бы реальности. Ну смотрите. Уровень дохода 250 долларов у вас. Все виноваты, все должны на еду не хватает, на жизнь не хватает. Ждете доброго целя. Факт. Очень часто люди, которые лентяи, которые не хотят работать, которые имеют маленькую хвост, они очень расстроены. Считают, что все, все виноваты, что они мало зарабатывают. Но сами ничего не хотят делать. Факт. Ну честное слово, ребята. Вот внимательно посмотрите своих окружающих. Ну я думаю, у вас же знакомы есть. И так смотришь. Да, да. Жаловаться он умеет. Но если задать вопрос, а что он за 40 лет сделал, чтобы в него не 250 было, хотя бы 500, ни черта. Ну просто ни черта. Он просто вот придет добрый царь. Есть такой. 500 долларов. Я ни при чем, но защищаю свое. Ну опять же ситуация. 500 долларов не такая большая сумма. И человек, ну уже что-то есть, ну уже начинает тоже. Типа, ну вот, я же ведь вроде бы что-то делал, ну хорошо бы, чтобы мне просто так. Вот люди, в которых 500 долларов, очень, 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 очень любят считать яхты олигархов. Ну какой ты черт о яхты считаешь? Ты лучше подумаешь, чтобы у тебя денег больше было. Не, ну вот, яхты, говорю, да какая тебе разница? Ну и соответственно, где взять деньги на нормальную жизнь? Вопрос. Нет, действительно, спорить не буду. Ну 500 долларов маловато, маловато, маловато. Да, я так понимаю, тут же, понимаете, они считают, как бы такой доход. Идем дальше. Тысяча. Да, уже когда тысяча, человек уже немножко, так сказать, смотрится более-менее нормально, желтенький цвет. Уже тысяча долларов, уже начинает думать про отдых, про хорошие вещи, время от времени про угольню. то есть, деньги же остаются. Да, да. Но, вот тут действительно правильно, как заработать деньги на свои желания. Потому что, как только человека действительно, вот говорю, действительно, есть тысяча долларов, значит, соответственно, уже можете отдохнуть на хорошем курорте. Но, вот, действительно, есть такой нюанс. Действительно. человек в Турции отдохнуть может и отдыхает. Но, он начинает задумываться. Да нет, в Турции я уже был, в Египте был. А вот интересно, а что ж там, к примеру, на Болярских островах? Или, ну, Канарах? Ну, условно говорю, во Флориде. Между прочим, во Флориде отдых паршивенький. Я говорю сразу, если там вот звучит, там раскручено. Но, честно говоря, сказать, что там очень хороший отдых нет. Но, человека тогда есть цель. Ну, не говоря уже там, машину новую, какие-то обновки и так дальше. Идем дальше. 3-5 тысяч. Ответственность за себя и семью. Да, вот тут уже действительно, какой нюанс. Понятно, если у вас 3-5 тысяч, вы начинаете, да, 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 копить. Ну, фактически, при таких доходах, у вас будет, что, передать наследнику. Будет, по-разному. Да, может быть нюанс, что вы можете наследникам передать, ну, не знаю, квартиру, дом и так дальше. Может быть, так получится, что вы наследникам, ну, платите учебу за границей, например. Или, сделайте такую свадьбу, то есть, но, да, действительно, 3-5 тысяч, это вот то, к чему вам нужно стремиться. Потому, потому, что для того, чтобы действительно, семья была хорошо, чтобы вы хорошо себя чувствовали, чтобы, ну, скажем так, была нормальная жизнь, исходя от украинских реалий, надо 3-5 тысяч дохода иметь. Месяц. Ну, я, вы скажете, сложно, не спорю, не спорю, ребята, очень не спорю. Это действительно очень сложно. Это можно, но это сложно. Но, начинать хотя бы надо с куда? С тысячи. Молодцы, молодцы. Идем дальше. Больше 10 тысяч. Ответственность за результаты бизнеса перед командой. На чем я могу больше заработать? Вопрос. Ну, действительно, 10 тысяч, ну, скажем так, если у вас больше 10 тысяч, как минимум, как минимум, вы уже начнете, ну, может быть, свой бизнес или быть соинвестором. Но сумма действительно уже, как бы, вызывает уважение. И тогда, да, действительно, возникает тот нюанс, который я много раз говорил. Ребята, когда у вас очень мало денег, я понимаю, что вы ждете доброго целя. Когда у вас нормальная сумма денег, вы действительно больше занимаетесь семьей, занимаетесь своим. Но, когда у вас есть действительно, ну, больше 10 тысяч и так дальше, тут сразу возникает такой нюанс, что вы, ну, обрастаете даже, ну, как вам сказать, понимаете, вот действительно запускается бизнес. Несмотря даже на то, что это в документах недельные говорили, вот у вас партнеры, нет у вас, ну, вот у вас бизнес такой, на устных договоренностях, но вы уже, как бизнесмен, понимаете, что вы не можете не исполнить устные договоренности. Это факт. Но, действительно, ситуация следующая. Если у вас денег меньше, грубо говоря, там, накопили и так дальше, а если больше вы залазите в бизнес, причем это не обязательно бизнес, это может быть действительно покупка ценных бумаг, облигаций, но уже куча обязательств возникает. И тогда у вас действительно возникает такая проблема, куда инвестировать, как инвестировать, как рассчитаться с долгами, как взять новые долги, как развивать бизнес, как не развивать. Вообще, я говорю, это так вам просто кажется, что вот будет у меня много денег? Нет, ребята. Много денег, это головная боль еще похлеще, честное слово. Потому что, ну, может быть, я не спорю, я не встречал, правда, таких людей, честно говорю, не встречал, которых может там лежать, ну, к примеру, там, 300 тысяч долларов, вот лежит, и он ничего не делает. Ну, не встречал, может вы встречали. Потому что, если у человека, ну, 100 тысяч, 200, долларов, 300 тысяч, у него начинает уже, ну, как бы, хочется что-то делать, хочется что-то делать, или свой бизнес, или свой инвестор, или какие-то ценные бумаги, или какие-то инвестиционные проекты, вот, вот оно тянет к этому, ну, серьезно. И, тогда у вас возникает действительно, ну, как бы, постоянно обязательство, вы кому-то должны, и вам кто-то должен. Архи сложно, ребята, архи сложно, до дурения сложно, потому что, не бывает идеальных моментов, просто не бывает. Идем дальше. Доллары, миллионеры, ответственны за результаты перед клиентами и партнерами. И, вопрос, как принести клиентам и людям больше пользы, сделать их счастливы, создание системы. Факт, ребята. Ну, скажем так, с миллионерами, у меня, ну, знакомых, миллиардеров, дальше там есть. Ну, честно говоря, есть там один. Скорее всего, миллиард у него есть. Правда, не признается никогда. А миллионеров много. Да, поймите-ка ситуация. Миллион тяжело заработать, спорить, но самое интересное, что все говорят, первый миллион тяжело, потом идет легче. Не проверял сразу, говорю, может быть. Но, действительно, есть такая ситуация. Если у вас миллион, у вас уже, фактически, вы не можете с этого миллиона выйти. Потому что, очень часто, если вы действительно доллар и миллионер, скорее всего, у вас кредитов, долгов, обязательств, миллионов на 10. У вас миллион, а долгов. Почему? Ну, во-первых, сами понимаете, если у вас есть свой миллион, вам проще взять кредит. Вам проще инвестировать в бизнес. Вам проще запустить бизнес. Вам проще тянуться в бизнес. Но, вам сложнее выйти из бизнеса. Классика жанра. Да, вот у меня успешная компания, она стоит 10 миллионов. Я ее могу продать. Ты попробуй ее продать. Не, она стоит 10 миллионов. Но, надо же найти покупателя, который заплатит 10 миллионов. Это не так-то просто, ребята. Это он так кажется. Ага. Она тут стоит, но не так. Я говорю, а продать за миллион, какой смысл? Если она стоит 10, продать за миллион, это глупо. Понимаете как? Мало того, очень часто, понимаете, как получается, вы этот бизнес запустили, он вроде бы работает, 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 а потом видите, раз, и орехнамент спадает. Даже не представляете, насколько это часто происходит, ребята. Очень часто. И тут уже миллионы ролей не играют. У вас действительно, вроде бы все нормально, замечательно. Бывает еще какая ситуация. Вот если у вас действительно очень много денег, тут очень много идей, предложений. и бывает так. Вы занимаетесь этим бизнесом, потом подхватываете, вот этот, вот этот, вот этот. Вот этот провалился, вот этот еще провалился, а вот этот стрельнул. И приходится перестрелять один, другой. Тоже. Причем, это такая головная боль, представьте себе, не может. И вот это действительно, вот кого много денег, вот такая ситуация. Серьезно. По этой причине я понимаю, что алчность, вот этот, жадность, вот эти, вот эти, вот эти. Вот у него дома, у него это. Да, 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 да. Понятное дело, что есть люди, которые, ну, скажем так, товарищ ваша яхта любимая, он, ему нет времени даже выбрать яхту. Серьезно. Ну, вот я говорю, у меня есть такой знакомый, у него есть яхта, есть. Причем, как раз, вот, к слову сказать, во Флориде стоит, не здесь. Там, так он, ну, грубо говоря, дал поручение, ну, подчиненных, чтобы они ему подготовили, дать же, уже как бы все. И тогда он, и сказать, а вот самому сесть, там, разобраться, посмотреть журнал, предложение. Времени нет, нет времени. Выбрать. Самое интересное, что вот эту яхту он купил, был даже случай, он участвовал в регате. Ну, ну, не как, конечно, как пассажир, там же, вы же понимаете, капитан и так дальше. Ну, по большому счету, я сказал бы, ну, мало, редко там бывает, очень редко. Даже бывает ситуация, что он, вот, все, все, еду, сейчас, отдохну, полетел, планировал на 10 дней, аж на 2 дня, вернулся за 5. Вот это и есть ситуация. Вот это бизнес. То есть, если очень много денег, вы постоянно в бизнесе. Причем, вы же понимаете, какая ситуация? Бизнес никогда не делает белых перчаток. Соответственно, даже вот вы, сейчас хороший партнер, поругались, плохой партнер, нашли более-менее компромиссное решение. Оно постоянно крутится. И вот, когда говорят, вот, олигархи, поймите, если у вас много денег, вы не можете быть не олигархом. Вам приходится постоянно, постоянно участвовать, крутиться среди государства и власти. Иначе просто невозможно. Тут вопрос даже не в том, что это Украина, в Германии тоже самое, в Франции, во всех сторонах мира. Другое дело, что, к примеру, у нас дешевле, вот в США крутиться очень дорого. Опять же, по опыту, не моему. Ну, так я просто работал с этими ребятами. И некоторые ребята да, 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 крутились. По этой причине я видел, знал и даже такие нюансы участвовал. Как бы, такой со-консультант. В этом УАРХе тяжело. Понимаете, конкурентов никто не любит. Чиновники, они, в общем-то, везде такие нехорошенькие. И действительность, но нельзя. Ну, вот, смотрите, у вас есть деньги. Белые, самые белые пухнастые. Вы говорите, я хочу купить предприятие в США. Ну, кажется, проще-проще. Ага, стойте, ребят. Там есть такие хитрости, которые называются, различные ассоциации. Надо с ними общий язык. Иначе вам просто работу не дадут. Профсоюзы, это вообще ужас. госчиновники. И госчиновники. Понимаете, они все улыбаются, они все добрые, но лицензию фиг получишь. Мало того, они создают такие проблемы, вы знаете, что действительно вы думаете, ну, сейчас вас уничтожат и все. По этой причине действительно приходится постоянно, ну, как бы, да, там есть вот эти лоббисты, там очень популярный консультант. Да, чистейший взяточник. Вы законосалтинг, платьте большую сумму, они решают вопрос. Ну, взятка, ребята, взятка. Ну, сами подумайте, консультация стоит миллион долларов. Что это за консультация? Нет, ты же понимаешь, ты плать за консультацию, хопа, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, а оказывается, вам это делать не надо. Оказывается, вот чиновники посмотрели, говорят, ой, да, не-не-не-не, вы можете работать, вот то, что мы там, предписание, мы ошиблись, это все делать не надо. Все нормально, у вас с экологией все замечательно. А до этого, боже, все, все ужасно. Вот это такое, консультанты. Ну, все же понимают, что это взятка. Но, не-не, это вы заплатили за консультацию. Так что, такая вот ситуация. Ну, мне, честно говоря, больше всего нравится желтенькое. Сразу говорю. По той простой причине, что вот, ну, с моей-то, ну, это мне импонирует. Потому что, вот это зелененькое, это не мое. Ну, понимаете, это получается, ну, очень сильный напряг, и получается, на себя почти ничего не остается. Ну, мне это лично не нравится. А желтенькое, это самое правильное. И вам советую, чтобы с одной стороны, да, действительно, семья, там, дети, наследники, наследница, еще что-нибудь. И чтобы действительно у вас была такая цель, ну, вот смотрите, как обеспечить уровень жизни и будущее своей семьи. Вот, замечательно. Да? И тогда все хорошо. красненькое плохо, сразу говорю, вот это самое прошлое. Ну, зелененькое на любви. Вот и все. Теперь вы напишите, какая цель в вашей жизни. Лично. Благодарю за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok